Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Не менее 100 вузов будут получать гранты и от 100 миллионов рублей и выше на открытие технопарков в обновлении учебной базы. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы. Через месяц ученики 11 классов будут сдавать экзамены. По их результатам большинство, порядка 60% выпускников смогут поступить на бюджетные места в вузах. Такого широкого, бесплатного доступа к высшему образованию, как в России, можно ответственно сказать, нет практически ни в одной стране мира. Отмечу, что в прошлом году в вузах республики на 10% увеличилось количество бюджетных мест до 11 800. Ранее глава республики Ради Хабиров заявил, что в этом году количество бюджетных мест будет увеличено почти до 13 800. По словам руководства некоторых учебных заведений, дополнительная прибавка бюджетных мест даст молодежи больше шансов получить высшее образование, так как спрос на них растет ежегодно. Прекрасная новость, мы ее действительно ждали. Что касается контрольных цифр приема по университету, могу так сказать, что в прошлом году у нас было примерно 1500 с копейками. Это бакалавриат плюс специалитет и около 500 мест на магистратуру. В прошлом году мы получили увеличение плюс 60. Напомню, ранее в республике было принято решение об объединении Башкирского государственного и авиационного технического университетов. Это позволит новому вузу претендовать и на грант до 1 миллиарда рублей по программе «Приоритет 2030», ну и войти в рейтинг тысячи лучших учебных заведений мира. Предполагается, что количество учебных мест в объединенном вузе может увеличиться. Скоростная трасса Казани-Екатеринбург будет пролегать по территории Башкортостана. Автомагистраль планирует построить за три года. Проект анонсировал Владимир Путин в ходе послания федеральному собранию. Средства на продление трассы Москва-Казань будут выделены из фонда национального благосостояния. Ее строительство предусмотрено в транспортной стратегии, рассчитанной до 2030 года. Дорога станет частью скоростного международного транспортного коридора «Запад-Восток». Будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть, от Балтики до Урала. Чтобы федеральные и региональные магистрали действовали как единая система в интересах наших граждан, бизнеса и территории. Ну и напомню, протяженность автомагистрали Москва-Казань составит 800 километров. Стоимость проекта превышает 650 миллиардов рублей. Строительство платной трассы до Казани включено в национальный план восстановления экономики России. В Башкортостане 14 новых частных медорганизаций получили лицензии на работу. Всего в начале весны было выдано 40 лицензий, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики. Новые частные клиники оказывают услуги в сфере косметологии, лабораторной диагностики, лечебной физкультуры, а также медицинского массажа, вакцинации и стоматологии. Всего в республике работает 1700 частных медицинских организаций. Но отмечу, что на сегодняшний день средний срок рассмотрения заявления о предоставлении лицензии на меддеятельность составляет 22 дня. Это на 15 дней меньше, чем год назад. В Башкортостане в этом году на замену лифтов направят около 1 миллиарда рублей. Всего планируется заменить 458 лифтовых кабин в 165 домах. Из них 179 установят за счет федеральных средств. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ подрядной организацией планируют в начале мая текущего года. Напомню, что в Башкортостане с 2014 года по 2020 в рамках республиканской программы капитального ремонта заменили более 2200 лифтов. Из них 885 с рассрочкой платежа на три года. Сумма инвестиций составила более 5 миллиардов рублей. Вот 1 миллиард 600 тысяч рублей были выделены из бюджета республики. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут. Американская валюта подорожала на 80 копеек. Курс 76,82. Евро плюсует 54 копейки. Курс 92,29. Ну и лучшие обедные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке Финам по 76,40 руб. И продажа доллара в Акибанке по 76,83. Ну и наиболее выгодный курс покупки евро в банке Финам по 91,80 руб. Копейка и продажа евро в Промтрансбанке по 92,20 руб. К этому часу это вся информация. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на РБК.